Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, сделаем теханализ. Рынок нынче спокойный, поэтому посмотрим, что можно поторговать в краткосрок. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки, и видите, что на рынке ничего не происходит особо. Биткоин 60 тысяч 900 долларов. Это мы смотрим график на трейдинг вьюм, недельный таймфрейм. И вы видите годовую трендовую линию. Биткоин недавно снова оттолкнулся от этой трендовой. Если биткоин удержится на этом уровне, это хорошо. Но если мы пробьем эту трендовую, то тогда следующая остановка на уровне поддержки это 52 тысячи долларов. Это предыдущее сопротивление для биткоина. А если мы 52 пробьем, то тогда следующая поддержка на 45 тысяч долларов. И честно говоря, я не думаю, что мы упадем куда-то еще ниже. Остается еще какое-то время до завершения недели. Но получается, что на этой неделе уже торговые объемы побольше, чем на предыдущей. Это хорошо. Стохастик направлен вниз. И давайте посмотрим еще на торговых ботов. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. До сих пор не перевернулся в продажу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Теперь опускаемся на дневной. Стохастик в перепроданности на дневном. И смотрите, уже вверх-то разворачивается. И объемы чуток растут. Это тоже хорошо. И здесь мы видим что-то вроде восходящего треугольника. Это как бы бычий паттерн. А также у меня на графике были волны илета. Первая волна, затем коррекция. Следующий импульс, самый большой. Снова коррекция. Финальный импульс. Это вторая волна илета, которую мы тянули от 30 тысяч. А первая мы тянули от 16 тысяч. Хорошо себя отработали. Ну а теперь биткоин в коррекции ABC. К точке A мы уже приходили. Затем был отскок. Теперь мы идем к точке B. И на мой взгляд, точка C будет примерно на 58. Я не думаю, честно говоря, что биткоин уйдет ниже. Опустимся еще на 4-х часовой таймфрейм. И вы видите, что биткоин находится внутри восходящего треугольника. Внутри создается давление, давление. И выходим вверх. И сейчас я вам покажу также. Вот, смотрите. Видите, да? Восходящий треугольник. И проходим расстояние, которое можно измерить по основанию. Итого получается, что расстояние будет, если, конечно, биткоин удержится над трендовой линией. В общем, расстояние будет, которое пройдет биткоин на 66.700. Зайдет тогда биткоин, если выйдет вверх из этого треугольника. Это восходящий треугольник. Видите, да? Вот еще тоже восходящий треугольник, из которого вверх выходим. Прямо одно и то же. Теперь смотрим на часовом таймфрейме. Объемы немного падают на выходных. Если вы хотите поторговать этот треугольник, то тогда можно зайти. Это такая небольшая сделка. Просто поторговать этот восходящий треугольник. Тогда мы вот так делаем. Заходим на 60.500. Или нет, подождите. Где-то вот здесь. 66.600. И ставим плотный стоп-лосс. Не больше 100 долларов рискуем или сколько там. В общем, плотненький стоп-лосс такой ставим. Заходим на 60.666. Или, подождите, давайте еще поправим. Потому что неправильно. Вот здесь. Нет. Слишком близко к цене входа. Давайте на трендовую. 60.639. Стоп-лосс на 60.513. И тейк-профит ставим на 66. Это чисто поторговать вот этот восходящий треугольник. Не более. Внутри создается давление, давление. И выходим вверх. Проходим расстояние по основанию. И тогда цель получается 66 тысяч. Либо сработает эта торговая идея, либо не сработает. Цена входа 66.39. Стоп-лосс на 60.513. Риск 126 долларов. Заработать можно 6.250. Вот такую сделку можно было бы открывать на биткоине. Но я буду открывать крупную позицию на 58 тысяч. Я жду этого уже несколько недель. Но биткоин на самом деле уже близко подходил к моей заявке. Опускался на 58.300. Но затем развернулся. Тем не менее, заявку я оставил. Я думаю, что шансы остаются, что биткоин опустится снова. Ну а пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Потом покажу еще свой торговый аккаунт на Bybit. Но пока что напоминаю про ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь тех анализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Сделка по биткоину у меня открыта. В минусе пока что на 2.300 долларов. Я хочу добавить в эту позицию. Пол биткоина можно закинуть. Или давайте лучше, какая там у меня торговая идея была. 60, чего там? 60, где это было там? 60 тысяч 639. 60 тысяч 639. И давайте уж тогда на 1 биткоин зайдем. По 60, 639. Я потрачу на это 3 тысячи долларов. Добавлю к текущей позиции. И тогда будет позиция на 3 биткоина у меня. Итого, заявка стоит на 1 биткоин на 60, 639. На 2 биткоина стоит заявка по 58. На 3 биткоина по 52 тысячи. И также на полмиллиона доджкоинов по 0.094. И также на споте ордера. 1 биткоин по 52 тысячи. Пол биткоина по 58. Но давайте это изменим. Поставим 1 биткоин по 58. И покет по 4 цента. Хочу взять. На балансе 565 тысяч долларов. Это получается минус 3600 пнл за вчера. 585. 574. Но на самом деле, неделька не самая удачная для трейдинга. USDT у меня на 194 тысячи. MCRT на 80, 100. Биткоин на 77, 700. Что еще? Юнисвап на 47 тысяч. Доджкоин на 45, 500. Ворлдкоин на 35, 500. Ворлдкоин, конечно, льется. Ворлдкоину просто жопа. Давайте посмотрим на ворлдкоин. 2,50. Идет вниз. Пробил уровень поддержки. Следующая остановка, если не удержится на текущих, тогда получается... Да, пробивает поддержку там. Если не удержится на 2,50, то тогда... Следующая остановка 2 доллара. Посмотрите, тут-то был какой-то отскок. И уходил на 3 доллара ворлдкоин. А теперь снова вернулся обратно. Следующий уровень поддержки на... 2 доллара 10 центов. Не очень хорошо, конечно. Потому что я набрал уже ворлдкоина. На 35,500 у меня его. Уже опустился ворлдкоин. С тех пор, как я его взял. Сколько там получается? Довольно-то сильное падение. А, нет. Я примерно-то и брал на этом уровне. Вот тут опускался ворлдкоин, я его брал. Просто надо было выше продать. Не похоже, чтобы он как-то восстановил рост. Идет коррекция. Если не удержится на 2,50 ворлдкоин, то пойдет на 2 доллара. Посмотрите, какая прибыль была на ворлдкоине. Да, в принципе, это на всех альткоинах. Поднимались и теперь вернулись на прежние уровни. Если не удержится ворлдкоин, то тогда... 2 доллара. Еще ниже. 1,78. Опускается обратно-то, смотрите. Перед началом бычки ворлдкоин стоил чуть выше доллара. И затем поднимался на 12 долларов. И смотрите, снова теперь сколько стоит. 2,50. И в общем-то, многие альткоины себя так ведут. Ну что ж, на этом на сегодня все. Прошлись по биткоину по рынку. Также ко мне прилетело много вопросов. Хочу по ним пройтись. Это было мое видео, в котором я рассказывал, как правильно инвестировать. На бинонсе цена была 60 тысяч. И я думаю, что биткоин все-таки опускался на 58,300. Чувак, ты очень умный. И очень бородатый. Этот чувак реально много знает. Спасибо, Ричард. Покупать машины – это пустая трата денег. Покупайте тачки, когда вы уже богаты. Да, согласен. Я бы лучше сначала заработал как следует, а потом уже тратил деньги. Один из немногих блогеров, с которыми хотелось бы дружить. Я зашел в Лонг на 59,497. Отлично. Но я думаю, что биткоин может опуститься на 58. В самом худшем случае на 52 тысячи. Поздно ли уже покупать Теслу? Я купил Теслу по 141 доллар. И писал об этом в Твиттере. А теперь Тесла стоит уже почти 200 долларов. Поэтому выросла уже примерно на 40%. Я бы с покупкой сейчас подождал. Подождал бы, пока нарисует двойное дно на 141. Честно говоря. И такой совет – не заходите сразу на все деньги. Используйте стратегию DCA. Покупайте частями. Самый лучший вариант, конечно, зайти в Теслу был на 141 доллар. Где я купил, продал биткоины и альткоины и купил Теслу. В марте продал крипту на хаях и перевел деньги в Теслу. Купил по 141. А теперь Тесла почти 200. Но обязательно покупайте со стратегией DCA. Например, если вы хотите инвестировать 100 тысяч долларов в Теслу, не покупайте сразу на все деньги. А вообще так-то не берите только Теслу на эти 100 тысяч. Разделите на 5-10 разных активов. Диверсификация такая. Но если хотите все-таки Теслу на 100 тысяч взять, то я бы не покупал на все деньги прямо сейчас. Например, я бы купил Теслу на 10 тысяч долларов. Потом еще на 10. И каждый месяц, например, покупал бы Теслу. Все это не финансовый совет. Проводите свои исследования. Принимайте свои решения. Я просто делюсь своим опытом. Я торгую уже 24 года. Каждый день записывайте видосы для вас. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик и сохраняйте свой капитал. Правило номер один от Уоррена Баффета. Правило номер два, помните о правиле номер один. Сохраняйте капитал. Труднее всего заработать первые 100 тысяч. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.